Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Blunt TD Battles 2 и да, вы не поверите, это действительно это продолжение той рубрики, где я стараюсь ставить обезьяну до последней прокачки, чтобы мы посмотрели, что она из себя вообще представляет и стоит ли она того, чтобы вам ее качать в будущем. Мне действительно очень жаль, что последнее это видео выходило неделю, а то и больше назад. Проблема, наверное, заключается именно в серверах этой игры, так как я накопил уже на прокачку самой обезьяны и оставалось всего только проверить, но у нас лагало, вылетало каждый раз это вот соединение, и мы не понимали, что происходит, потому что интернеты у нас у всех хорошие. И вот сегодня мы решили снова попробовать, и к счастью получилось. Даже вот из-за этого, если честно, немного желания пропадало играть в эту игру, несмотря на то, что как бы очень надо, чтобы вот показывать вам, прокачивать все. Единственное, что мне очень интересно, почему во время записи здесь с курсором прям большая проблема. Как вы можете заметить, я тыкаю сейчас на красные шары, а у меня курсор вообще ниже обычного, и вот так вот все летает. И что вообще, и с чем это связано, почему именно так? Ну да ладно, как уж есть, так есть. Посмотрим в этой игре, мы будем создавать нашего принца тьмы, невероятного, наконец-то его будем делать. И это прям очень здорово, поэтому, пожалуйста, оцените наши труды, поставьте лайк. А если кто-то еще не подписан, пожалуйста, подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. Да, как бы это будет меня очень сильно мотивировать идти дальше, снимать ролики, стараться для вас играть. Потому что, как бы, еще очень много обезьян, про которых мы не снимали, которых можно будет отснять, показать, посмотреть, что они из себя представляют. Сейчас я, конечно же, коплю на драке комета. Некоторые уже просили у меня в комментариях, но так как была определенная проблема, я просто не мог играть. Из-за вот этих вот лагов сейчас все стабилизировалось. Поэтому вот я надеюсь, что это видео будет еще актуально, к которому, точнее, я буду только готовиться. А так вот, мы посмотрим, что к чему. На данный момент мы там просто вообще не торопимся, прокачиваемся совсем понемножку. Что вот как получится, так получится. Главное, знаете, нам вот пережить этот момент и все. На самом деле, вот пока мы играли, было немного страшно. Потому что я думал, вдруг сейчас опять вылетит. И это будет, ну, вообще такое себе, будет очень обидно. Как это вообще может быть, так как мы пытались отснять это видео, наверное, раз 20. Ну, реально очень много раз. И каждый раз вылетало именно где-то от 15 до 18 раунда. А чтобы до них дойти, это надо минут 7 отыграть уже. А минут 7 это как бы вообще немало. С учетом того, что вот ты вот пока играешь. И сколько ты попыток делаешь. Потому что каждый раз вылетает. Ты думаешь, да какого? Почему? Почему ты опять вылетел? И ведь даже опыта никакого не дает. Потому что ты играешь в совместном режиме. Поэтому такое себе, конечно. Мне это не нравится. Мне кажется, в этом плане СНГ комьюнити как-то обделили. Поскупились на наши сервера. Потому что как бы игру-то перевели на русский. И вроде бы все хорошо. Но при этом лагает-то иногда прям хорошо. Но сегодня, вот сегодня я, кстати, играл. И нормально было. Несколько раз отыгрывал. И правда все вот хорошо. Ну менюшка, да. Иногда, когда я открываю менюшку. Я прям подлагиваю. Иногда еще выбираю военных обезьян. Чтобы прокачать дротикометчика. А он же у нас самый последний из военных обезьян там. Так. При открытии этой вкладки он не сразу же появляется. Он вместе с мортирой появляется где-то через секунд 5 после открытия. Как будто все остальные появились. А он нет. И ты думаешь, а почему именно так это работает? Такой, ну да ладно. Главное, что он появляется. И это действительно очень странно. Потому что игра-то вообще не должна быть требовательной. Почему она такая? И, значит, я понимаю, что это дело точно уж не в наших... Не в нашей аппаратуре. Это проблема вот с серверами. И я надеюсь, что они ее исправят. Как-нибудь что-нибудь наладят. Так как все-таки русскоговорящие люди тоже люди. Они хотят поиграть. Они хотят, как бы, чтобы получить какое-то удовольствие от процесса. Ведь это не совсем то, когда ты вот так вот сидишь и мучаешься. Хочется просто так вот поиграть спокойненько. С удовольствием, как бы. Вот так вот и да. Дротикомет, кстати, он очень классный. Мне он безумно нравится. С учетом того, что... Если он не прокачанный, ты уже можешь так сделать, чтобы он видел камуфляж. У него есть такая прокачка. Если идти дальше посередине... Так он еще и свинец пробивает. Следовательно, он может пробить камуфлированный свинец. А это уже совсем другое дело. Это очень классно. Поэтому вот. Как раз-таки, кстати, я хочу с вами еще поговорить о том, что в игре выкатили новое обновление, как я понял. И это обновление тоже добавляет некоторые ограничения в игру, которые, ну, мне не совсем нравятся. Но что поделать, как говорится. Так как оно нам не позволяет на некоторых аренах ставить или прокачивать обезьян до определенного уровня. Вот у меня, например, сейчас 30 с чем-то кубков. 37, по-моему. И из-за этого у меня максимум, который я могу поставить, это обезьяну тир 4. То есть, если бы я играл в соло-режиме, то я бы даже не смог поставить принца тьмы. Поэтому меня как бы радует, что есть режим совместной игры, где вот разблокировано все, к чему у тебя есть доступ. Так что вот. А, например, люди, у которых даже нет 30 кубков, то есть где-то от 20 до 30, то у них вообще максимум это тир 3. Так что, а вот с ним вообще далеко никуда не уйдешь. Это, наверное, очень ускоряет игру. Игра быстро проходится, заканчивается, так как прям до большого раунда люди просто не доживут. Ты отправишь одного маба и все. Все, денег уже не будет достаточно ни на что. Но и сил никаких не будет хватать. Здесь я уже, кстати, поставил обезьяну мага. И постепенно начинаю копить на прокачку. На прокачку как раз-таки до принца тьмы. И тут было, на самом деле, немного страшно, потому что ты видишь цифру 19 раунд и понимаешь, что как бы... А как? Я еще живу? Я еще не вылетел? Что это вообще происходит? Поэтому вот такие вот дела. Тут вот посмотрим, первый муап появился. Немного, конечно, страшно было, но, к счастью, все спокойно мы справились. Не было никаких прям таких трудностей. Если бы уже захотел, то бы там прокачался и посильнее еще. Так что вот. Такие вот дела. Такое вот обновление очень странное. Напишите вы вообще в комментариях, как вы к нему относитесь. Ну, вы считаете ли это нормальным? Или, ну, что вот так и надо оставить, что у определенной арены есть свои ограничения по прокачке? Потому что они и так сделали большое ограничение, что люди не могут ставить и прокачивать тех обезьян, которых не прокачали, на которых опыта нет. А чтобы набрать опыт, это уже надо с ума сойти. А потом, типа, ты набрал опыт и такой, вау, сейчас поставлю. А тут такой, а теперь у тебя и кубков нет. Так, да е-мое, что вообще происходит? И, кстати, что-то я так заболтался, что даже не заметил. Вот мы уже поставили нашего принца тьмы. Смотрите, как он хорошо уничтожил моб. Очень быстро. Прям максимально быстро. Здесь я уже начал говорить другу о том, чтобы он копил на красный моб. Вот, смотрите. Тут как раз-таки мы его уничтожаем. И я вам расскажу о минусах обезьяны мага. Потому что поначалу я думал, что это очень сильная обезьяна. Такая крутая. Но потом-то мне дошло, что не такая уж она прямо крутая. Вот вы видите, мне постоянно друг отправляют шары. А это все для того, чтобы обезьяна маг наносила урон. Сама потом рукой. Чтобы она могла создавать эти шары. И это я к тому, что если бы мне отправили только один дирижабль какой-нибудь, и потом не отправляли бы шаров, то обезьяна маг бы не смог набрать определенные статы, чтобы возродить эти шары и дирижабли. Следовательно, он не будет атаковать никак. Просто так профы кашет, рукой побьет и все. Хоть у него рука и много наносит, но все-таки основной урон это от восставших дирижаблей до шариков. Поэтому как-то вот обидно, вот знаете, что именно вот это вот ограничение очень сильно влияет. Так что вот, сейчас я буду, конечно, активно копить на дротикомет, потому что дротикомет очень важен. Я хочу посмотреть, что вообще он из себя представляет, но он очень дорогой. И тут вы можете заметить, не отправились зеленый дирижабль, мы тут будем смотреть, вообще как он там что справится. И я тут вам немного проспойлерю. Ну, что-то он так себе. Что-то так себе мы с ним справились. Как-то почему-то. Ну, то есть, смотрите, сам дирижабль мы уничтожим. Тут также можете сейчас заметить, что новые дирижабли не восстают, потому что обезьяномаг почти никого не бьет, он не возрождает. И вот мы тут проиграли. Да, поражение очень обидно, но что поделать. Это правда было неожиданно, но да. Ну вот у нас, в принципе, закончился бой. И я тут смотрю, кстати, у нас оказывается 38 кубков. И как вы можете заметить, я специально купил випку не для того, чтобы как-то иметь преимущество над другими игроками, а все это я сделал только для того, чтобы мы могли получать бонус x3 после завершения игр, что мне позволит ну, в три раза больше накапливать опыт на прокачку обезьян, что как бы ускорит производство видео. Контент, контент. Все для этого, все для вас, поэтому не волнуйтесь. А так, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами был Диктофон. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok